Сегодня в Черкесске, в Парке Победы, также прошло мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества и памяти генерал-майора Канамата Баташева. Тему продолжит корреспондент Артур Мхце. История Дня Героев Отечества берет начало в XVIII веке. В 1769 году императрицей Екатериной II был учрежден Орден Святого Георгия Победоносца, как знак воинской доблести, отваги и смелости. Позднее в разные годы появлялись другие боевые награды, которыми отмечали особые заслуги граждан нашей страны. А в 2007-м российские парламентарии выдвинули идею о возрождении традиций празднования этого дня, как дань памяти героическим предкам и чествования ныне живущих героев Советского Союза, России, а также кавалеров Орденов Святого Георгия и Славы. Сегодня в Парке Победы в Черкесске вспоминали людей, отдавших свои лучшие годы жизни защите Отечества. Члены республиканского правительства, представители ведомств, политических, общественных, патриотических организаций возложили венки и цветы к братской могиле на Аллее Славы. Участники мероприятия почтили память и героя России Канамата Баташева, погибшего в мае нынешнего года при исполнении воинского долга на востоке Украины. Высокий уровень его профессионализма всегда получал достойную оценку среди специалистов. Его командирские способности проявлялись на всех уровнях службы и в любом месте, куда бы его ни направляли. Это было и в Забайкале, где он возглавлял авиадивизию, и в Воронеже, где стал командиром крупной авиабазы. Выйдя в запас, генерал обучал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пилотному мастерству подрастающее поколение будущих защитников Отечества. Когда на фашистов Россия пошла, мировому злу бой объявила, Канамат первым стал, хоть она не звала, офицерская честь так решила. Он свой воинский долг, как офицер, генерал, выполнил до конца и остался верен боевому братству. Жертвуя собой, он спас много молодых ребят. Я приехал с Астрахани по приглашению ветеранов боевых действий Карачаево-Черкесии на данное мероприятие. И мы едины. Пока мы едины, мы непобедимы. Царство небесное ему, вечный покой. Символично, что именно в День Героев Отечества на Аллее Славы в Черкесске появилось ещё одно имя – генерал-майора Канамата Баташева. Он был профессионалом своего дела, примером для новых поколений защитников Родины и до конца выполнил свой воинский долг. Артур Махце, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия.